сейчас на площади ленина спокойно и почти безлюдно но вечером в пятницу все поменяется летние амур-феста это значит что все выходные здесь в режиме нон-стоп будут выступать звезды как хабаровские так и приглашенные чьи имена вы знаете но об этом студии со мной рядом режиссеры ведущие краевого фестиваля ярмарки амур фест павел малев и дарья вдовина ребят здравствуйте но прежде чем мы начнем говорить о концертной программе вначале озвучим бизнес составляющую ярмарки наполнение а еще раз здравствуйте значит у нас традиционно как всегда участниками краевого фестиваля ярмарки амур фест являются предприниматели мастера декоративно-прикладного искусства не только города хабаровска но всего хабаровского края и конечно же представители food индустрии нашего города то есть кафе какая-то продукция ну которую в общем покушать любят жители нашего города у нас в этом году большая география участвуют как я уже сказала не только предприниматели города хабаровска но и районов и самое важное что есть постоянные участники которые из года в год у нас в корнирах свою продукцию представляют для гостей фестиваля нам конечно это очень приятно мы любим а значит им это выгодно значит люди покупают правильно можно такой сделать вывод но мы знаем точно что из раза в раз у нас есть постоянные участники а это значит что фестиваль ярмарка востребован если можно так сказать потребителями так и мастерами значит прет действительно ну просто я думаю что если если бы наверное это было бы невыгодно то наверное люди бы не хотели участвовать а зачем это лишь на поэтому а вы говорите другие города тоже участвуют да в этом году у нас есть участники ярмарки из владивостока из комсомольска амурска и еврейской автономной области специально приезжают это не не впервые то есть не впервые первый раз по моему прошлым летом кстати у нас был первый участник из города владивосток то есть получается охватываем и не только хабаровский край дальний восток что у нас и приморье к нам едет поэтому ну да подают заявки ага а вот проделав такой путь они выставляются потом на сколько дней на все три дня до мы рады видеть участников все три дня фестиваля ну и конечно ради такого пути да может быть если это какие-то местные что предприниматели что мастера которые живут именно в городе хабаровске то конечно оргкомитет старается сделать так что их можно между друг другом тасовать это все почему потому что например в этом году мы получили 312 заявок конкретно вот в корниры на саму ярмарку и вошло из них если я не ошибаюсь всего 220 то есть чуть меньше ста человек пролетают просто потому что непосредственно сколько будет вот так ну явно 200 вот чем-то точно конечно нет поэтому на протяжении трех дней некоторые мастера и предприниматели будут меняться в пятницу у нас кто-то один в субботу мы меняем на кого-то другого и воскресенье уже встает третий человек есть такие мастера которые меняются вот как мы можем видеть программа идет достаточно долго с 12 до 21 00 есть такие мастера которые заезжают утром оба-два полдня у нас в корнире находится один человек потом идет пересменка и какой-то другой вместе со своим товаром или со своей продукцией заходит это как раз таки сделано для того чтобы больше охватить участников чтобы все могли поучаствовать вот я хочу похвастаться приобрела можно сказать не смогла пройти мимо это ваша хабаровская девушка которая собирает вот такие украшения значит актуально значит востребовано конечно в этом что-то приобретаете есть у вас на это время 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 есть периодически возникает и мы стараемся обойти весь периметр ярмарки чтобы хотя бы воочию увидеть это но потом приступаем к своим прямым обязанности давайте напомним условия какие есть ли для предпринимателей какой-то взнос на самом деле условия для того чтобы в ярмарке поучаствовать достаточно простые необходимо оформить заявку которая постится у нас всегда перед фестивалем на официальном сайте amourfest.ru взносов никаких мы с участников не собираем все достаточно бесплатно и мы наоборот стараемся все условия для них предоставить будь это осенью какое-то холодное время года мы всегда пытаемся эти корниры утеплять отопительное оборудование летом так как будет жарко вот мы сейчас смотрим до погодные условия у нас там 32 градуса жиры обещают в воскресенье поэтому мы стараемся дождь да тоже не угадаешь ну да но вот если про жиру мы стараемся питьевой водой обеспечить предпринимателей участников которые у нас в корнирах и конечно же мы открыты к их предложениям то есть если например вы мастер декоративно-прикладного искусства и например представляете вниманию изделия из либе и кожи и у вас есть например желание свой корнир каким-то образом украсить тем материалом который которым вот вы будете торговать манекен и выставить азарь я допустим хочу провести это тоже все разрешается потому что подключение естественно у нас есть и все все желающие могут они могут даже эти корниры сами расписывать там все эти моменты обговариваются заранее чтобы оргкомитет имел возможность подготовить необходимое оборудование необходимое подключение и конечно да мы всегда открыты предложением наших предпринимателей мастеров и участников ну здорово но теперь концертная программа конечно же очень насыщенная есть такие гости я знаю специального поклонники пойдут давайте тогда с них и начнем это как бы ни для кого не не секрет потому что афиши у нас уже везде по интернету уже везде висят баннера по городу поэтому все знают что 5 числа эта группа бурита которые будут работать с 8 до 9 часов вечера а 6 числа в субботу алексей поддубный и группа джанго тоже свой часовой сет закрывают финаль от второй а то есть у нас пятница на такая более молодежная получается на самом деле только только сам и самый вечер на вопрос спорный потому что вот теперь возвращаемся к самому началу программы пятое число мы начинаем в пять часов вечера фестиваль на площади ленина и открывается он торжественной частью торжественной частью с присутствием официальных лиц где у нас будет проводиться награждение супружеских пар которые будут получать знаки за супружеское долголетие вернее правильно он называется за любовь и верность да и может быть даже молодожены нас посетят но мы пока ведем еще переговоры вот с комитетом альте кто в этот день за расписываться да 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 у нас в прошлом летом были такие прям в свадебных платьях и местные женихи в костюмах они к нам приезжали у нас это смотрится как массовый бум это интересный симпатичного города вот и так как день семьи любви и верности программа начнется классически у нас всегда все тоже об этом знают так как учредителем фестиваля является правительство хабаровского края и министерство культуры хабаровского края то основной костяк программы закрывают артисты и коллективы краевых учреждений культуры таких как краевой дворец дружбы русь наши театры театр юного зрителя хабаровский музыкальный театр драмы и поэтому в основном программа состоит из них и вот торжественную часть у нас начинает ансамбль камерной музыки глория хабаровской краевой филармонии вот так мы хотим под живой звук красивенько начать празднование вот этого дня семьи любви и верности добавить торжественность а также академический театр музыкальный музыкальный театр как раз таки эту программу потом продолжится листы у нас с программой песен о любви выступят думаем что будет красиво и под вечер наверное это будет достаточно то есть начали как будто бы публика постарше да и как бы такое посерьезнее а вот потом на сцену зайдут творческие коллективы краевого дворца дружбы русь у которых программа уже ориентированная более на молодое поколение это как раз таки к вопросу о том что почему хедлайнер в этот день бурита и вот с вечера с 7 часов у нас начинается более такой молодежный движ вот от коллективов краевого дворца дружба русь и конечно же от главного кто вдруг такие как я вроде бы как бурита на слуху на слуху и тут же вылетают а вот что не поют вот самый популярный самый популярный ребята хорошо поют самый популярный хит это песня по волнам да помогите мне да наверное она самая самая популярная но сейчас он еще популярен тем что он работает с молодыми артистами и с диджеями поэтому я думаю что для молодежи будет очень много знакомых треков которые сейчас вот на всех музыкальных площадках конечно же а в субботу джанго давайте вспомним у него есть саундтреки к определенной самый известный хит да из фильма бой с тенью это трек под названием холодная весна хороводит снег с дождем мечта водит мы правда будем мы правда будем надеяться что ни снега ни дождя в этот день не будет хотелось бы все таки лето встречать солнечной погодой и тем более у нас проходила в группе вконтакте официальный конкурс на лучший слоган фестиваля который у нас будет прописан на баннерах которые расположены на сценическом комплексе и суть конкурса была в том что любой желающий может оставить комментарий и вот когда их накопилось наверное штук пятьдесят мы уже с оргкомитетом принимали решение какой слоган победил и выиграл и этот слоган будет на растяжке на баннерной сетке будет на основной заставке на официальном экране и конечно же мы как ведущие и звучит он как не единожды его озвучивать и звучит включая лето на максимум отлично ребят надеюсь что получится у нас ему соответствовать и вот это как раз таки про погодные условия хотелось бы лето на максимум но не с максимальной температурой которая летом у нас в городе хабаровске может быть загадаем пусть так и будет да еще если говорить о звездных гостях в этом году фестиваль у нас от уровня краевого перешел можно сказать в уровень международный потому что в этом году у нас есть участники из китайской народной республики да из китайской народной республики это город харбин это будет труппа джорджинского танцевально и музыкального искусства искусства да она называется дзюань да дзюань да это город харбин большая них программа программа у них будет часовая как вокальные так и хореографические номера будут представлены мы надеемся что даже два дня они смогут нас порадовать этой программы что 6 числа что 7 потому что мы думаем что все-таки публика у нас как друг 6 кто-то работает а воскресенье выходной день чтобы на гостей которые так издалека можно сказать к нам приехали не просто тогда я конечно конечно это опять же про долгий путь чтобы вот если предпринимателей то на все три дня мы сажаем в корнир те кто долго добираются артистов конечно же хотелось бы два дня круто и цирковая программа у вас там тоже очень насыщенная насколько я помню по программе да да в этом году цирковая студия инсарт отмечает свое семилетие с момента образования и мы решили сделать такую коллаборацию в рамках фестивального пространства отметить этот день рождения вот самое важное что кстати 7 лет вроде как такой срок и не маленький небольшой но ребята того стоят они нам нравятся мы с ними работаем уже не первый раз и не первый фестиваль не первый проект да и не первый проект надеемся что программа будет насыщенная у них есть как жонглеры так и акробаты и даже фишечкой их выступления станет использование как это правильно называется использование воздуха циркового оборудования ну то есть воздушная гимнастика на лентах и так далее да они когда выступают они выступают 6 числа если не ошибаюсь то по времени после четырех часов дня суббота после 4 да да отлично я к тому что родители пожалуйста вот вам бесплатное церковое выступление дети очень любят да и мы любим когда родители приходят вместе с детьми причем что для детей что для родителей по периметру площади будет много различных зон где можно и ребенка чем-то занять а мастер-класс и конечно и родителям будет чем там ну что что поделать если мы не говорим там допустим про детский аквагрим то родители тоже они могут посетить выставки которые нам представляет музей имени градекова например в общем самое главное людям успевать по периметру площади гулять и чтобы увидеть да все поэтому наверное хорошо что фестиваль идет у нас на протяжении трех дней согласно и если вдруг есть какие-то изменения в программе то посмотреть можно вконтакте в группе вконтакте и на официальном сайте который звучит амурфест точка ру амурфест точка ру лето 2024 ребят спасибо у нас в гостях были режиссеры ведущие краевого фестиваля ярмарки амурфест павел малеев и дарья вдовина это был проект смотри хабаровск подписывайтесь на наш телеграм-канал если что-то пропустили все материалы этот эфир вы можете посмотреть на нашем сайте хабаровск тв точка ру я мария нагей прощаюсь с вами до свидания а а и и а и Продолжение следует...